Приветствую вас! Первое, что хочу сказать, это то, что ваше поведение похвально, оно правильно, оно верно, оно выглядит именно так, каким должно быть, и вы поступили совершенно верно. То есть, что получается? Мужчина начал встречаться с другой женщиной на момент отношений с вами, на момент брака с вами. Он с этой женщиной начал встречаться, он с ней провел много времени, видимо, раз решил с ней жить. О чем сказал вам? Вы, естественно, понимаете, что ваше достоинство, ваши чувства растатывают грязь, даете мужчине то, что он хочет, то есть отпускаете его, и тем самым, как бы, позволяете ему жить так, как он хочет. Ну, мужчина решил, что вы ему не подходите, решил, что с вами жить ему не нравится, решил, что он встретил другую женщину, с которой ему лучше. Ну, как-то мог быть. Вы ушли, поживали счастье, и вы молодец. Но мужчина, пошив, видимо, неделю с этой женщиной, осознавал внезапный друг, что он потерял в вашем лице. Полно вероятно, что эта женщина, которой он ушел, была для него всего лишь простым увлечением, и не более того. И когда он понял внезапно, что вас-то рядом нет, когда он понял внезапно, что вы-то с ним больше не будете, воскомнитель похвотился и решил вернуться обратно к вам. Потому что увлечение – это одно, а вот, знаете, совместное проживание – это совсем-совсем другое. И вы знаете, в принципе, в принципе, если ему действительно чего-то не хватало в ваших отношениях, если он искренне раскаивается в том, что сделал, но, простите, искренне раскаивается, но это не значит, что он вас обманывает. Как можно говорить о том, что с ней ничего не было, если как минимум была интимная связь, были его слова о том, что он не хочет больше с вами жить, хочет жить с ней, а было, по сути, дело предательства. Значит, что-то было. И вот, если вы видите, что человек раскаивается действительно искренне, и если он вам раньше не изменял, если у вас сохранились к нему чувства, если вы, в принципе, его еще любите, то нужно все-таки дать человеку скорой шанс. Нужно понять, что человек слаб, и что он допускает ошибку, может допустить ошибку. И эта ситуация, вот, если она один раз случится, может научить вашего мужа тому, что то, что у тебя есть, нужно хранить, то, что у тебя есть, дорого. И вот так просто взять и это, не знаю, предать, уничтожить, это достаточно опрометчивый поступок. Кто знает, может быть, подростная ситуация повлияет на вашего мужчину так, что он возрослеет. В любом случае, сейчас дать нужно. Конечно, вам решат, стоит давать или нет, но, исходя из первого раза, и исходя из того, что у мужчины могло быть увлечение, думаю, можно. При условии его раскаивания, сильного раскаивания, и при условии, что он скажет вам правду, то есть не будет отрицаться, что ничего не было. Если правду скажешь, вы у него этой правды можете попросить, тогда можно попробовать, как бы, дать ему такой шанс, можно попробовать понять, почему так случилось, что он решил уйти к другой женщине, чем вы его не устраиваете, и так далее. И, понимаете, вот это то, что вам нужно сделать, с ним поговорить. Без злости, без криков, без уходов. Просто спокойно у него спросить, почему он так поступил. И послушать его ответ. Если вам его ответ понравится, если вы, ну, скажем так, им удовлетворитесь, если вы поверите ему, только правда. Не то, что он говорит сейчас, что ничего не было. Он боится, по всей вероятности, вас еще больше ополкнуть. Но он все ополкнул. Дайте ему об этом понять. Дайте ему об этом знать точнее. Донесите до него. Что вы не измените к нему свое отношение, если узнаете, что между вашим мужем и здесь что-то было. Потому что вы уже оказались брошены и претены. И пусть мужчина вам все, как есть, расскажет. И если вы сможете найти те триггеры, которые столкнули мужчину на такой поступок, то есть на измену. И если вы для себя посчитаете возможным, посчитаете достижимым удовлетворить желания мужчины, которые столкнули его на измену, то можно попытаться восстановить браккий шерсть. То есть можно попытаться реанимировать отношения. Но если хоть что-то из мною перечисленного не будет работать, то есть если каких-то условий не будет, например, мужчина будет вас обманывать по-прежнему, или вы не сможете от него добиться того, почему он изменил вам, то тогда, боюсь, отношения действительно строить заново нет смысла, так как рано или поздно он вам изменит еще раз. Исключение, пожалуйста, вставляет только то, что Мширо может вас убеждать, активно убеждать в том, что у него просто помутение произошло, просто увлечение, он понял, насколько вы ему дороги, но он понял, что любит вас, и что вы для него это единственная женщина. Если так, и если вы видите, что это искренне, то поверить ему можно, и еще один раз попробовать построить с ним отношения. Но, конечно, если вы сами этого хотите. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, собрать счастливую личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.